Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 389. Событие дня. Притчи. Ага. Евреям, 9 глава, 27 стих. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Все, вот суд. Теперь на суд пошли и ту, 154 и прочее. Ты Никиту показывай, его потеряли. Где Никита? Иногда хоть его. Да, да. А то я говорю, они считают, нет. Вчера у меня уже два раза запрос. Откуда? Это за 4 января 2017 года. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, твои комментарии, как раскаленное железо, жжет до боли за состояние наших христиан и священства. Видите, как понимают. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович. Вечернее размышление. Читаю к истинному православию. И размышляю. По сути, все ваши скайп беседы и видеоролики есть расширенная версия или живая иллюстрация этой значительной, без всякого преувеличения книги. Вторая мысль. Чтобы утвердиться в звании верного христианина на уровне необходимого минимума знаний, думаю, достаточно хорошо знать Святую Библию и основной раздел. Первые 350 страниц к истинному православию. А вообще, ваша книга весьма жжет совесть и руки. Все жжет, главное. Они не договаривались, друг друга не знают. Комментарии жжет. Библия, эта книга жжет. Это значит, огненные они. Огнепальные, говорит, протопоп. Посему понятно. Почему ее одни православные принимают как сокровище, другие изымают из общественного пользования. Вот интересно. Я сейчас маленько, как бы отвлекусь, чуть-чуть. И вот здесь зайти надо, сейчас документы. Вот здесь слово Word есть где-то. Смотри. Ну вот оно. Word. И для слова Божия нету, помоги ей найти. Где-то вот здесь вот оно должно быть. Вот оно. Вот оно. Для слова Божия нету. Ну и теперь Ctrl и Alt нажать, а потом G. Нет, это Word. Это Word. Ctrl F, наверное. Тогда мне нет. Вот это сейчас не знаю, как наигнать. А как? Ну еще, в конце просто натянуть. Ctrl F, да. Вот как я протягиваю сейчас до конца. Мне надо в конце там просчитать. Опять не идет. А чего на ней идет? Вы отпускайте кнопку, когда довели до конца. А? Кнопку отпускать надо, когда до конца доводите. Понимаете, вы не видите, что у вас тут уже все закончилось. Вот у вас берунок там. Все, все, все. Ну, она не дает до конца. А почему? Ну, все, да, все уже, все. Сошьем в России из клочков статья. А вот я для чего написал, взял это дело. Ну-ка, прочитаем, давай. Так, подожди-ка, сюда я перенесу, откопирую. Откопировать надо. Вот сюда, вот. Жжет. Теперь Ctrl F. Давай-ка, прочитаем, что тут пишет. Так, Андрей Кураев, дьякон, профессор Московской Духовной Академии, говорит. Да, раньше было. Игнатия Лапкина я знаю. В его книгах Московская Патриархия подвергается жесткой критике. Поэтому отношение к нему священников объяснимо. Объяснимо. Если бы они были и духовные, они бы этого искали. А так объяснимо. Славу друг от друга принимают. Но придет время, когда они вспомнят это. Тут был митрополит и архиепископ Гедеон Докукин. 13 лет, говорит, я здесь был. Когда уезжал, сказал прощальное слово. Все выгодлицемеры. У меня только один человек был, который правду говорил мне в глаза. Как пророк Михей. Я вспоминаю пророка Михея. Дальше. Но то, что делают православные из Потеряевки, дело благое. Замечательная практика сама по себе. И очень редкая. До сих пор я слышал лишь о миссионерских пикетах, которые устраивал в Москве отец Данил Сысоев. Только при этом надо обратить внимание на самооценку. Не появляется ли через этого гордыня? Борьба, борьба, гордыня. Тебя полбу стукнули, а не гордыня ли это? Это важное измерение работы миссионера. Миссионера. Вот. Гордыня и прелесть. Два слова. И даже здесь он употребил. Вот я взял еще, что отношение к нему понятное. Дальше. Юля Долбнева. Нет, Игнатий Тихонович, все-таки поговорить нам надо будет. Уж слишком ситуация сложная. Ладненько. Как только, так сразу позвоню. На днях постараюсь. Дома не ладится с мужем. Игнатий Тихонович, дело тут не в отношении лично ко мне. А вот откуда я, почему это сейчас говорю? Я сейчас покажу. Минутку. Это сегодня утром у меня состоялось... Смотри, Сергея тут захватить парализованного. Вот оно. Его сейчас в сети нету. И он мне написал. Так. Спрашивает, что? Считай. Игнатий Тихонович, дайте ссылку на отца Головина, где он о вас говорит. Говорит. Ну, я ему вот это вот и дал. Скинул ее. Вот она где. Как называется? Соличным. Один. Часть первая, 31 декабря. И сразу найдешь, где. Он поставлю в ролик. Ну, а дальше я вот как раз вот это теперь ему написал. Сергею. Дело тут не в отношении лично ко мне, а в отношении моем ко Христу и к Слову Божию. То есть к Святой Библии. Если в этом плане все стоит по Слову Божию, то наши отношения и именно истинные отношения сохраняются и крепятся в Духе Святом. Но, если это лишь временное, что обо мне отзываются положительно, а сами эти люди не ставят на первое место в общении с их паствой именно любовь ко Христу, любовь к Святой Библии, то мы отдаляемся и можем стать вовсе даже и не друзьями. Вот отец Андрей Кураев перешагнул это и хотя читал в моих книгах о себе нелестное, о чем и сказал. 120 раз я упоминаю в своих книгах его. 120 раз, представьте себе, упоминать. И вот, и что? И совсем не в панигерическом стиле, то он вычленил именно главное, пиетет мой к Святой Библии и поднятые пласты забытого православия. Хотя и говорит, меня Игнатий поносит по всем кочкам. Проносит. Проносит по всем кочкам. Проносит. Дальше. Выступает обо мне Максим Каскун. Этот задумался и потом говорит, что он для меня внучатка. Это, видимо, что он для... он... то есть он Максим для меня внучатка. Так как сам он обратился через отца Геннадия Фаста, а то через Игнатия пришел православие. Это Максим говорит. Да я сам это писал. Такое было уже не раз. Обожглись на мне и не простили мои слова о них. Так, если узнает Грачев, отец Андрей, сколько раз... Ткачев, а не Грачев. Ткачев? Да. Ткачев. Ну давай, ТК. Ткачев. Если узнает Ткачев, отец Андрей, сколько раз я говорил о том, что он не привязывает людей ко Христу, а сам становится в виде оракула и делает зависимыми, как наркоманами, его паству. Его слова для них главные, а не изречение Духа Святого. Если отец Владимир пройдет этот искус, то можем даже и встретиться, повторяя в тысячный раз, что для меня нет вообще никаких авторитетов, кроме Христа и Святой Библии. У нас очень теплые и добрые отношения с местным петрополитом Алтайским, патриаршем Сергием Иванниковым. Вот у него бы поучиться остальным этому искусству любви. Отношения братские, близкие и только крекнут. Видите, я говорю так, как есть. Молюсь каждый день, чтобы Господь сохранил его. Не только как-то, а в наших отношениях. Как он написал нынче в народную линию, документ, паспорт, проще. Ну вообще, так, ну вот показать наши ресурсы. Так вот, это мой мир. Вот в моем мире выставляю новые сегодня ролики. Вот они идут, ролики где. И попутно хотел узнать. А вот где-то здесь есть, нет контакт? Контакт. Нету. Нету, да? А ну-ка, давай-ка, заряди контакт. Игнатий Лапкин, контакт. Где-то там у меня есть страница, модераторы ведут. Контакт. Контакте. Ну-ка, вот глянем тут. Там что-то было. Вот оно как выглядит. Я не делал тут ничего. Не знаю. Вот жития святых выставляется на каждый день. И прочее. Видите, каждый день почти выставляется на жития святых, которые я насчитал. Я не бываю ни в Твиттере, ни в Фейсбуке. Везде у меня страница открытая. Даже еще какая-то система есть. Одноклассники. Я нигде не бываю. У меня просто и времени нет. Это кто говорит? Тотто фон Бисмарк. Видишь. Систерна боярышника. И я уничтожил Иркутск. Видишь, что придумывает говорить. Это что-то тоже. Упало в море. Где-то, посмотри, здесь должна быть грамота. Не грамота, а ответ Сергий я ищу. Это может быть... Каждый день видишь жития святых. У меня богатые, очень-очень богатые ресурсы. Каждый день насчитано моим голосом жития святых. Ставят кто чего, понятия не имею. Вот. Это что тут такое? Что-то написано. Священники богослужения в Потеряевке. Фотографию такую, не знаю. Вот она. Барнольдская епархия. Как это? Сними меня ее. Как ее снять? Нажмите. А? Попробуйте нажать сюда. Правой? Левой. Зачем правой? Левой. Левой. Так. Что теперь? Вот теперь правой. А теперь правой. Ну и как? Вот это вот? Нет, 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 нет. Ниже, ниже, ниже. Вот. Вот здесь сейчас. Вот это синее. Вот это вот? Да. Ну, напиши. Чутай. Сергий Метрополит Народной линии. Это документ. Я не писал, не заставлял его, не знал. И просто мне уже сказали то другое. Ну, давай, просчитаем здесь. Мне хочется его увеличить, а тут не дает это. Вот так. Где это вот? Видишь, какое дело? Вышло где-то или нет? Вот он. Видите, сфотографировали мы. Сейчас перенесем и посмотрим. Правильное отношение. Давай. Просчитай. Так. Главному редактору Русской Народной линии. Вот. Сначала вот откуда. Русская Православная Церковь. Московский Патриархат. Алтайская Метрополия. Православная Религиозная Организация. Барнаульская Епархия. Алтайский Край, город Барнаул. Адрес такой. Дальше. 12 мая 2016 года, номер 107-й, главному редактору Русской Народной линии Степанову Ады. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Православной Церковью через Барнаульскую епархию как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек у твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением. Сергей, митрополит Барнаульско-Алтайский, глава Алтайской митрополии. А что это у меня не получилось? Так. Теперь как вот это его вот сюда вот поместить Сергею? Как копию или как? Нет, куда? В скайп ему? В скайп вот сюда вот поместить ее. Откройте скайп, да, потом вот где-то здесь вот. Вот это вот? Нет, вот кажется. Вторая? Да. Так, зажал. И теперь что? Ну вот она самая первая. Вот это вот? Да, открыть. Открыть. Ну вот так. И ушла, да? Сейчас, сейчас. Это уже будет отправлено. Вот Сергей спрашивает там, давай. Ну вот она пошла. Ну ладно. Показать наши ресурсы. Наши ресурсы. Это вот мой мир, я уже показал. Второе. Во свете Библии наш форум. Форум очень большой. Очень большой. Тысячу шестьсот две темы. Тема. Показать, сколько бывает посещаемость. Маленькая посещаемость, но она именно законная. Считать четыреста два человека. Сегодня еще побольше. С чем это связано, не знаю. Обычно где-то колеблется около трехсот. И вдруг за один день подбросило. Это что? Православный видеоканал, открытым оком. Во свете Библии. Что у нас здесь? Сколько просмотров? Просмотров четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот шесть. Подписчиков пять тысяч семьсот тридцать шесть. Смотрите, перенесли нас в средства массовой информации. Это уже важное решение. Так. Это мне она уже ничего не даст. Я убираю его. И сразу показываю наш большой ресурс во свете Библии. Вот. Самое ценное это ответы. И вот мы сейчас сороковой берем работу и каждый раз добавляем. Это четыре тысячи сто двадцать четыре. Вопросы и ответы. Вот сколько мы уже ответили здесь. Что это такое? Вот это. Что это означает? Закрыт это посему. Не было этого? Нет, это мы считали. Ну раз оно отмечено, нас считали. Ну тут есть фирь, восьмая глава. Не было это. Ну да, это было. Я там про историка спрашиваю. Почему это? Это что, про историка? Да. Ага. Значит, историки у нас прошли. Факультеты. Вот. Теперь дальше. Ну вот. Мы идем сюда. И что? Вот. Ctrl-A заактивировали. Ctrl-S скопировали. Заходим в борт. Раздвигаем его. Вставляем. Выделяем. Увеличиваем шрифт. И начинаем беседовать. Пошел. Вопрос. 2970. 15 том. Открытый МОКом. Вопрос. Промыслительно ли наше нахождение на работе? Ответ. Без дополнительных данных трудно на это ответить. Нужен конкретный случай. Но даже если и неведомо, то и тогда исполняй ревностно заповеди Божьи и проси быть исполненным Духом Святым. И далее показано будет, что ты там, что ты и там нужен. Кавычки открытые. Бабушка была верующая. Ездила за 100 километров исповедоваться и причащаться. Это я помню. И слышала от бабушки, что есть Бог, загробная участь, рай и ад. Мама тоже верующая, но церкви в селе не было. И она никуда не ездила. Дома молилась перед иконами. Отец был безбожник и матерщинник. Две сестры у меня грубоватые, нелюдимые. Бабушка меня сильно любила. Она говорила, что у меня характер добрый и ласковый. Я спрашивала у мамы, крестили меня или нет. Она сказала, что старушка на дому крестила. Закончила школу. Потом кемеровский пищевой техникум с отличием. Зубрила. Сильно ответственно относилась к учебе. Так и сохранилось это отношение к работе сейчас. Приехала в Барнаул на практику. Вышла замуж и осталась в Барнауле. Устроилась на кондитерскую фабрику в 1975 году. В 1989 году на фабрику устроилась Черепанова, Попова, Надежда Андреевна. Мы работали с ней в смену. В январе 1991 года, когда была по графику вторая смена на фабрике, она стала уходить после 5 часов с работы. Потом снова возвращалась на смену. То есть до 23-30. Но не говорила куда. И так несколько дней или недель я точно не помню. Потом она мне рассказала, куда ходит, что в Политехническом университете ведутся подготовительные занятия в согласно Слову Божию и правил Святых Соборов и Святых Отцов Церкви. Что ведет собрать занятия проповедник Лапкин Игнатий Тихонович, что занятия проходят так интересно и полезно для души. Задают вопросы всякие разные по подтолкованию Библии и житейские. Надежда начала мне говорить о воспасении души, что нужно заботиться об этом. Я восприняла это с трепетом и со страхом. Со следующей недели, когда была возможность, стала ходить на эти занятия. Какое было огромное впечатление. Внутри все перевернулось. Тут я познала и полюбила Христа. Сколько было радости. Домой приходило занятие, приносило духовный материал, рассказывала мужу детям. Потом муж и сын старший Дмитрий тоже стали посещать занятия. Я принял крещение 7 июля 1991 года. Сыновья Дмитрий и Максим в 1992 году приняли крещение. Господи Иисусе Христе, слава Тебе, что я познала Тебя и полюбила, что Ты поставил меня на истинный путь, что по Твоей воле я попала в общину. Я не представляю другую жизнь без Христа. Милостивый Господь, слава Тебе за все. Благодарю Тебя, Господи, что по Твоей воле пришла на фабрику Надежда Андреева Черепанова. Игнатий Тихонович, я Вам сильно благодарна, что Вы разбираетесь в людях, чувствуете душу каждого из нас. Вы знаете, кто на что способен. Мудрый учитель, своими проповедями и речами нам показали. Вы свет в темноте, души целитель и души спаситель. Рядом мы с Вами на высоте. Вот и мне нужен такой наставник на каждый день. Я люблю всех Вас, братьев, сестер, общину. Прихожу на службу, общаюсь с Богом, с сестрами. Такая радость во мне. Думаю, прихожу, уже другая обстановка. Суета. Муж первые годы после крещения иногда ругался из-за моей веры в Бога. С чем-то был не согласен. Ругался, что я задерживаюсь после службы долго. Сейчас все по-другому. Слава Тебе, Господи. Становится все ближе к Господу, мужу Александра. Так и проходят дни. То загораюсь духовно, то затухаю. То слезы пробьют о себе грешный. Что я такая нерасторопная, неразговорчивая. Духовного роста во мне нет. Не могу мысли свои высказать. Стеснительная с детства. Публично выступать или просто говорить вообще боюсь. Сразу теряюсь. Слов связать не могу. Да еще в 1984 году перенесла грипп на ногах. Получила осложнение на нервную систему. Теперь еще добавилась телесная немощь. В общем, суетная жизнь меня одолела. Это, конечно, не оправдание. Господи Иисусе Христе, прости меня грешную. Когда читали письмо от Фаины, меня пробирали слезы. Как я хочу этого спокойствия душевного. Боже, милостью будем не грешной. Шубина Зоя Николаевна Харламова. Том 36. Домашний телефон. И дальше эпиграф. Эпиграф это я уже подставил. Иисус Новинк 1 глава 18 стих. Всякий, кто воспротивится повелению Твоему и не послушает слов Твоих во всем, что Ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен. Исайя 50 глава 2 стих. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отпустил назад. Пятый стих только. Так. Стихотворение. Учиться мыслью даже проникать за бархатную кожу и чуть дальше. И стоит ли путан брать на прокат мешок, набитый суррогатом кальным? Конечно, это не стихи. Слух режет. Не тесанный, не оккультуренный, но ясный. Не меж зубов. Зубов он и слышен скрежет. Комедия померкнет. Смех, простофиль и лясы. Я для того и призван, грубо послан, дробить разбросанные камни в валуны, вязаться в драку. Результаты после. Мы все не солнце, свет лишь от луны. И подражать не жизни лжепророков, парторгов, депутатов разномастных. Не умолчать о зле, чтоб не был проклят. И трусостью, что сделал, не размазать. Уметь увидеть в виденном стократ. Пусть режет слух глухих и очерствелых. Перед Евангелием клоп любой сократ. Под душ пожарника, залегшего в постели. Потом хотя бы кто-то поймет и будет ластиться к тому, что жгло вначале. Грехи не консервируйте же в мед. Их сжечь безжалостно, без признаков печали. Потом Бог время даст зарубцеваться шрамом. Жизнь во Христе свой капитал накопит. Научишься вставать на диво рано. Осмыслишь, что дела мирские копать. Бог и Его и Сын Его Иисус обитель в сердце обещали сделать. Стать другом Духа, к этому стремись. В крови Христа омыться, быть бы белым. Иной, неведомый, желанный и любимый. Путь жизни в истине, приведший на Голгофу. Грехом повязанные распрямили спины. Похожи на Христа в анфасы в профиль. 26 января 6 года. Что написать? О чем речь идет здесь? О работе. Промысл на работе божественной. Промысл? Так. Работа промыслительная. Ну и ладно. Дальше. Работа. Что здесь? Опять. Фонтурл С. Убрать. Так. Не ломай себя. Сгодишься еще. Фонтурла. И перевести в 20-й шрифт. Вот так. Пошли. Вопрос. 2971. 15-й том открытым оком. С чем связано, что некоторые люди других приводят ко Христу, а сами потом отпадают? Были ли подобные случаи в вашей общине? Ответ. Сколько людей, столько и судеб. У нашей сестры Раисы племянник Андрей был членом общины, а потом отпал, ушел в мир, а она осталась. С сонным враг всевают плевелы, и они умирают. Кавычки открыты. Родилась я в православной верующей семье. Может, только по названию, не знаю. Отец и мать, деды и бабки были или считались верующими, но знали ли они истину и путь Божий, утверждать не могу, так как потом было все утеряно. Видимо, священное писание им не толковали, и смысла его они не понимали. Нам, детям, а нас было четверо, ничего не объясняли, как должно, ибо все они были совершенно безграмотны. В церковь они ходили, так как у нас была в деревне церковь, но в конце 30-х годов все было порушено. На этом, видимо, все и прекратилось. Теперь я понимаю по их прожитой жизни, сколько я них помню. Страха Божия не было. Жизнь была очень тяжелая, беспросветная тьма. Нищета и безумия. Иконы были в двух углах. На молитву становились только на Пасху, и мы, дети, тоже молились. Как молились родители, я не знаю. Библия у нас была прекрасная, большая и толстая, в твердом черном переплете. Когда мне было лет 10-11, отец меня заставлял читать. И я, видимо, прочитал весь Ветхий Завет. Но новую, видимо, не читала, так как, когда я стала читать Библию, которую мне принес Андрей Петухов, я все вспомнила, что это я читала в детстве. Но только Ветхий Завет. Но новый не помнила. Я знала Рождество Христово, Пасху и Великий Пост мы всегда постились. О Христе я знала, что Он воскрес, и больше ничего. Конечно, Пасха была для меня личная радость. Мне всегда шили новые платьицы. В Барнауле живу с 1968 года. В Покровский собор я ходила очень редко. Понятия никакого. Ничего не слышала. А если слышала, не понимала. Всегда какая-то сутолока, разговоры, хождение, толкание. Ничего не объясняют и не учат, и не рассказывают. Я даже не понимала слова Евангелия. Особого желания ходить при таком порядке в церкви не было. Проповеди слышать никогда не приходилось. Сейчас я упиваюсь проповедью и хочу слушать их 24 часа в сутки. Я знала, что Бог есть, и все сотворено им. Когда мне было плохо, я творила молитву. Ангел-хранитель, сохрани и сбереги рабу Божию Раису. Почему-то я считала себя рабой Божией. Теперь я, конечно, поняла, от скольких бед меня Господь избавил. И ведь такую мерзопакостную жизнь прожила. Даже в мыслях страшусь. А вот Господь меня нашел в моих скорбях и в моих безумных действиях. Как я нашла мою любимую общину, общину и моих сестер, братьев любимых и сестер. После блудливой жизни я впала в страшное безнадежное состояние и возопила к Богу, чтобы Он продлил мне жизнь для покаяния. Я поняла, что я грешница великая. И Господь меня испытывает. И если я буду просить Его и молиться, Он должен меня простить. Но как? Я ничего не знаю. Я даже молиться не знала. Знаю только Господи, сохрани и помилуй. И вдруг приходит ко мне Андрей Петухов, мой племянник, и объясняет мне про общину, где он находится, и приглашает меня на занятия в университет АГТУ-410 аудитория по толкованию Библии. Я с восторгом воскликнула «Пойду, пойду!» и пошла. Пришла, стала слушать проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Для меня это было такое состояние, как у того слепого, который говорил, Евангелие Тайна 9 глава 25 стих. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Да, я. Да, я слава моему Спасителю Иисусу Христу теперь вижу и знаю, что Христос был распят за меня лично. И воскрес мой Господь, и надеясь на Него, что Он и меня воскресит. Ой, как я этого хочу! Это Он меня спасал от многих бед и продлевал мне жизнь. Слава и благодарение моему любимому Спасителю. Я благодарю Господа моего за то чудо, которое Он сотворил, ведя меня в эту общину. Сколько благодарственных слез пролила я за эти годы. Как я рада и благодарна Богу, с каким Он меня свел людьми. Где бы я была сейчас, а может бы и не была, не знаю. Я живу в одной общей семье, мы вместе славим Бога. Я никого не знала, и меня никто не знал. Но сейчас мы все родные и близкие. Мы все молимся друг за друга по нужде каждого. Господь нас сроднил своей кровью. Он всех нас любит и желает от нас крепкой любви к себе. Нам очень хорошо быть вместе и славить имя Господа. В этой общине меня всегда ждут и заботятся, и молятся о моей нужде. Я благодарю Бога за это чудо, какое Он сотворил. Исцели в мою слепоту. Мне нравится тот порядок, какой у нас существует. Строгость, дисциплина, обязанность, нетерпение к расхлябанности. Дай Господи всем иметь то, что я имею. А если кто-то не имеет, просите у Бога. И по великой любви к нам, Он всем даст. Найдитесь только на Бога. Господу слава, сила, честь и держава. Благодарю Бога за все. Блинникова Раиса Николаева Петухова. По милости Божией, член Крестово-Движницкой общины города Барново с июля 1994 года принял на укрещение трехразовым погружением. Православная вера РПЦЗ 27 января 2006 года. Псалом, день 39, стих 3. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Лука, 10, глава 34, 35 стихи. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если и сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Толкование. Масонский прихвостень, ему машину драют, как палубу, не юнги, а пять женщин. При общей бедности, чудовищном раздрае, он, президент, по праву нас калечит. По праву, ему дано право калечит. Машины, которые у президента, пять женщин каждый день протирают. А женщин, ага. Он получает зарплату. Пять. Когда бездушный лоб перекрестил, тот лоб, в который трудно достучаться, таких учили под себя грести, хватая все, и видеть в этом счастье. Как-то президент сказал, говорит, я как раб на галерах. Ну и люди посчитали, говорят, 12 лет, говорит, гребет и не с места этот корабль. Ну и вообще, ну не туда гребет, говорит. Народ избрал, народ благословил, а тот народ ворует, блудит, пьет. Кровавый изверг на пьедестале вилл, дерет три шкуры, гнет под свой капот. Как взвыли все от непомерных цен за столь привычное милое жилье. С душой не покалечено, едва ли кто-то цел. Горыныч коммунист уже сглотнул живьем. Так стоит вспомнить дату октября. Промозглую планиду для скитальцев предупреждал Кронштадтский. Угрожал не зря, но не прислушались, все утекло меж пальцев. Хулили белого безвольного царя, надменно поносили деток и царицу. В подвал спустили, а теперь их ряд, на огненных страницах и под ним бомлица. Их образа и эти образины, сегодняшних пузатых, безмозглых и лягавых, змей сими главой пасть свою разину глотает невиновных, то есть правых. О, мать земля, кого ты родила, из чаде ада зародилась в Смольном, в реестре торжища и души и тела, грехом задушенные не перечислить сколько. И потянулись в узах ко Христу, и стерзанные пали на колени. Не ошибусь, когда сказать рискну, что нам на пользу жил товарищ Ленин. 21 января. Прославила Ленина, почему? Потому что люди по неволе кинулись. О чем здесь речь идет? Так. Там женщина что-то говорила. Через кого пришла, того нету. Ага. Через кого пришла, тот ушел. Еще подожди маленько. Все. Снова. Вот видите, какие пошли уже объяснения. 15 том все идет. Так, что здесь у нас есть? Ctrl S. Уходим. Так. Надо сегодня штуки 4 еще. Штуки 4. Биографию 4 сюда загнать. Давай. Вопрос. 2991. 15 том открытым оком. Все ли, кто ходит на ваши занятия по изучению Библии, университет, становятся членами вашей общины? Да. Ответ. Есть несколько человек, которых можно назвать ветеранами. Они ходят уже 80 лет. Ничем и ни разу не нарушили требования к посещающим занятия. Но ни разу так и не попросились к нам на богослужение. А тем более в общину. У нас строгое правило. Никого к себе не звать. Не говорить, что спасение только у нас. Считаю это недопустимым и искренне презираю старообрядческое благовестие. Ты еретик, переходи к нам. Это все старообрядческая проповедь на этом закончилась. Кавычки открыты. В 1990 году, по воле Божьей, я в качестве туриста поехал в Финляндию, где советским туристам дарили Библию на русском языке. Первый раз я держал в руках Библию, будучи на пенсии, не понимая, что это не просто модная книга, за которую ее считали в те времена, а священная книга, книга книг, как говорил Игнатий Лапкин. Читала Библию, но она не произвела на меня никакого впечатления, так как я в ней ничего не понимала и не разбиралась. В это время душа искала встречи, если можно так выразиться, с Богом. Я ходила в Никольскую церковь, Покровский собор, но стояв службу, я ничего понять не могла, о чем читали и что говорили. Проповедей в то время не было, а сейчас есть. А душа хотела и искала что-то связанное с Богом. И случайно, хотя нет ничего случайного, опять по воле Божией услышала голос по радио, приглашающий посетить лекции в Политехническом институте по изучению Библии. Пришла. Судя по услышанному голосу, ожидала увидеть большого мужа, апостола, а увидела обыкновенного мужика, лысого, добренького, в сапогах. У меня было полное разочарование, попало как курвощи. Но с первой минуты, как начала говорить Игнатий Лапкин, я сидела и слушала как завороженная. Моему удивлению в его познаниях не было границ. Я первый раз за свою немалую жизнь встречала такого, такого эрудита, такого проповедника. Он помогает не только познать Библию и Евангелие, он учит по-другому смотреть на жизнь, связывая библейское учение с настоящей жизнью и быть благодарным за все Богу. Благодарю Господа Бога за то, что Он позволяет мне посещать лекции вот уже почти 10 лет. С земным поклоном ко всем членам общины. По скриптам. Встает вопрос, почему я, преклоняясь перед людьми этой общины, проповедниками Игнатием Тихоновичем Лапкиным, не член Крестово-Сдвиженской Церкви, а просто застаревший слушатель. Застаревший. Дело в том, что в моих глазах все вы близки к святости, и с каждой лекцией я в этом убеждаюсь. Я, живя в миру, мирская и полностью отречься от мира не могу. Хотя, думаю, пройдет время, я буду горько сожалеть, поэтому, если позволит Господь и вы все, я буду посещать лекции. 30 января 2006 года. Стрыгина, Юлия Николаева, Милосердова. Телефон такой, это Евреям 4 глава, 4 глава, 1 стих. Телефон домашний, я всегда указываю, ничего не боюсь. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евреям 3 глава, 15 стих. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Так, как заглавишь? Слушательница не член общины. Она писала. То, что писал, ни одного слова нигде я не добавлял. Было, что сокращал, иные очень много написали. Так, это, вот, теперь, слушай внимательно, добить надо мне сегодня бы, это, маленько побольше будет, но это того стоит. Control, 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 S. Кого, меня добить? А? Кого добить надо? Четыре вопроса. А, вопрос. Тебя-то зачем ты нужен? Ты нужен, братец. Ценный человек. Ценный фрукт. Ну и вот, двадцатый. Давай. Поехали. Шесть страниц. Вопрос, 2004. Какой номер? Три тысячи четвертый. Да, пятнадцатый том открытым оком. Чем объяснить, что некоторые люди полностью согласны с тем, что слышат на ваших занятиях, но так и не стали членами общины? Ответ. Если бы не было рядом развратной патриархии, то альтернативное решение возможности спасения в пользу экономии, расслабление, даже и не именовалось бы. Эти люди давно бы просились к нам. А так мы никого к себе не зовем. Это у нас категорически запрещено. А они сходили несколько раз к нам, а потом никуда не ходят, и мы им отказали ходить. Если бы им больше вовсе некуда было идти, а они все же верят в Бога, то у них был бы выход только один – со всей серьезностью служить Богу, без пропусков посещать богослужение. А так, если спасение дается в одинаковой форме, но тут надо делать, а там ничего не нужно, то и тянутся туда души свободолюбивые. Кавычки открыты. Вера человека в Бога так же стара, как и сам мир. Все люди Земли пришли через эти верования. Вначале мир перепестрил политизмом. Явлением материального мира приписывались те или иные божества. И лишь с преодолением язычества и возникновением христианства в мире устанавливается почитание единого Бога. Людям явился Иисус Христос, рожденный непорочной Девой Марией, получившей зачатие от Святого Духа. Мне нет необходимости говорить о других религиях, чуждых мне по рождению и воспитанию, так как менее с ними знаком. А православие – это моя колыбель и мое отечество. В нем я вырос и состою. Подавляющее большинство населения России охвачено православием. И связь его с другими конфессиями пусть изучают историки. А мне всего лишь несколько слов хочется сказать о том, как я сам пришел к верованию в православие и в Иисуса Христа. Вообще же вполне разумному человеку не может не прийти в голову мысль, откуда же взялся он сам, каково его происхождение, да и мира в целом. Бред и миф о саморождении мира, теория большого взрыва, придуманной атеистами, не выдерживает никакой критики. Когда атеистам говорят, что наличие часов, естественно, предполагает существование и самого мастера, изготовившего их, они, как правило, впадают в замешательство. И в самом деле достаточно человеку взглянуть на чистое звездное небо, восхититься его великолепием и грандиозностью, как тотчас же возникает мысль о существовании какого-то часового мастера. И этим часовым мастером им является именно Бог. И вопрос о саморождении отпадает сам собой. А раз так, то разумно полагать, что все в мире, от песчинки до человека, создано единым творцом. Мне выпала доля родиться в крестьянской семье в 1934 году, за три года до того, как в моей стране начались невиданные репрессии, в том числе и по поводу насаждения новой религии атеизма. Люди веры ушли в подполье. Идеология чуждой православию становилась господствующей. Конечно, она проникла не в сердца, а лишь в одурманенные умы и особенно молодежи. Удивляет только одно, как эти люди вместо посещения церквей стали кучковаться на партийных и комсомольских собраниях. Человек верующий становился презираемым и превратился в белую ворону. Старики попрятали Библии и различные атрибуты веры и стали тайно молиться на редких встречах, организуемых людьми более ревностями в делах веры. Мои мать и отец были верующими людьми, и божница в нашем доме оставалась населенной иконами до самого моего возвращения со службы, то есть до 1956 года. Надо сказать, что сам я в сердце своем никогда не прерывал веру в Бога, но она была ослабленной. Держалась во мне без видимых проявлений. Лишь с такими же, как и я, мы могли беседовать, рассуждать, спорить по различным вопросам верования. Но до более тесного сближения с Богом дело не доходило. Так длилось долгие годы. И лишь в канун перестроечных лет и в годы самой так называемой перестройки, когда железобетонная идеология марксизма-ленинизма дала трещину по всему периметру, люди, как путешествующие по пустыне, вдруг приблизились к долгожданному оазису. Из жажды припали к холодным водам родника. Для меня этим родником изъявилась встреча с Аркестово-Звиженской общиной Русской Православной Церкви за рубежом. И ее талантливейшим лидером Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Осенью 1990 года, проходя мимо ЦУМа, я заметил объявление, приглашающее прослушать курс лекций и проповедей по святоотеческому православию. Местом проведения этих встреч был главный корпус АГУ на Дмитрово. Занятия проводились два раза в неделю. В вторник и пятницу, продолжительностью по два часа. Я решил сходить. Но забегая наперед, должен сказать, что до этого мы вместе с женой успели побывать по два раза на молитвенных собраниях у баптистов и адвентистов седьмого дня. По два раза. И сожалеть об этом не приходится по той причине, что мы получили возможность сравнить одно и другое с третьим. А как говорится, все познается в сравнении. Так вот, все, что я увидел в двух названных мистектах, могло сравниться с калейдоскопом. Но в первых двух случаях окуляр калейдоскопа был направлен в мир в пасмурную, а в третьем случае в яркую солнечную погоду. Это образное сравнение всеми красками говорило в пользу общины Лапкина. Сам Лапкин и его община явление уникально в алтайском, российском и даже мировом явлении подобных образований. Энциклопедические знания этого человека во всех областях духовной культуры, человечества, искренность, доброжелательность, отсутствие позы и страха, необыкновенная трудоспособность, феноменальная память, завидное усердие в делах, веры делает его достойной всяческого доверия и уважения. Я не говорю о почтении и обожествлении, против чего он сам стал бы резко возражать. Кровь, пролитая Христом за наши грехи, делается осязаемой, когда мы слушаем неотразимые проповеди Игнатия Тихоновича Лапкина. Продолжая ходить на проповеди, я все больше и больше убеждаюсь в том, что таких глубоких знаний о вере мне никогда и нигде не получить. Что может увидеть и услышать наш современник, сходивший хоть однажды в действующую православную церковь? Самое полезное, что он может сделать, это поставить свечи за умерших и еще здравствующих родственников. А остальное? Слушать какую-то таврабанщину на непонятном языке, из которой ни одно слово не доходит до сердца. А где же глагол, жгущий сердца людей? Где же проповеди? Их нет. Неужели священники не понимают, что церковь давно горит и не предпринимает действий для оттешения пожара? Ведь не оттого ли так успешно размножаются различные сатанинские секты всяких мастей? Ведь через считанные годы церковники окажутся у разбитых корыт и их места займут отъявленные сатанисты. Хотя я близка мне по духу названная община, и я охотно посещаю занятия по изучению Библии, но и я не являюсь ее членом. Это накладывало бы на меня немало, пусть и приятных обязанностей, но требующих не моего состояния здоровья и времени, которым я располагаю. А какой порядок царит в их церкви? Люди совершенно раскрепощены и свободны, нет никакого насилия над личностью, о котором так безостенчиво распространяются некоторые платные борзописцы. Лапкин своей деятельностью приобрел много друзей во всем мире, но в этом же мире возникло и в наличии от врагов. Только личных врагов у него нет, а всякий враг православия и его враг. И это говорит о многом. Православие, культивируемое общиной Лапкина, выглядит как пасхальное яйцо, привлекательно и неотразимо. Не верующим в таких условиях я быть не могу, потому что существует Бог, и здравствуют такие наставники. Аминь. Рога Владимир Егорович, 6-й, 2-й, 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 3-й, 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 4-й. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою. И возбуди сострадание к ним, и пленивши их, чтобы они были милостивы к ним. Псалом 105 стих 4. Вспомни мне, Господи, благоволение к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим. 3-й вековейский, 2-й глава, 3-й вековейский стих. Ибо хотя жилище Твоим небес, недостижимо для людей, но Ты, благоволив, явить славу Твою народу Твоему Израилю, осветил место Исиия. Заголовок дай. Не член, общины, слушатель. В котором про меня стихотворение написано, Лапкин, это он как раз. Слушатель, да? Он где-то есть даже в книгах моих, его фотографии пришел. Так, теперь еще. Тут у меня возможность есть, там рядом добить-то. Ну, давай теперь. Ctrl-S, как всегда. Открыть Word. Ctrl-V вставить. Ctrl-A заактивировать. Поднять. Я просто добиваю, мне охота из этой статьи о работе уйти. Вопрос 3007, 15-й том открытым оком. Вы удивительная личность. Как вы формируете свой рабочий график? И как вам удается так много работать? Что вы посоветуете начинающим, студентам? Это студенты мне задают. 21 тысяча студентов в этом университете. Ответ. Удивительный Господь, удостоивший меня удивительной встречи с Ним и наградивший из своей удивительной сокровищницы. Я просил у Бога помощи. Помочь мне отречься от самого себя вполне. Вставать нужно рано, не позже 4.40. Каждый день считать последним. И предвкушая радость других, кто получит ее от двоих трудов. Что бы я ни делал, старался всегда делать как нужнейшее дело. Нужнейшее. Нужнейшее дело. Ремонтирую печи весь день и в саже по уши. А люди рядом заряжаются моей энергией и помогают с радостью. Дело мое чистое, хотя я и в саже. И мне не стыдно людям попасться, что я их обжулил. Никогда не считал, не считая, что делаю что-то сверхвозможное для других. Разница в том, что Бог позволил мне воспользоваться данной мне решимостью и никогда не быть рабом чужих мнений, авторитетов. Это абсолютно точно, это любой скажет. И делая то, что с проглядом вперед, вижу очень нужным, полезным многим. Вы тоже можете найти себя, если будете рано. Так, если будете рано утром стоять перед всемогущим на коленях и молиться с многими поклонами, и спрашивая его помощь вам раскопать свои таланты и умножить их. Моими цензорами в жизни и в книгах моим всегда были только Бог и совесть моя. Вы молоды, будьте свободными во Христе, а значит бойтесь малейшего греха, который засоряет ум и душу. Особенно бойтесь блуда. В наш лагерь приехал к сыну, наш знакомый, потом записал статью. Кавычки открыты. Для того, чтобы грамотно организовать большое хозяйство в чистом поле, где создал свой лагеристан Игнатий Лапкин, не имея ровно никакой поддержки сверху и никаких лишних капиталов, нужны могучая энергия, талант, ум, знания, воля, организаторские способности. И главное, четкая, ясная цель в жизни. Все это есть у начальника лагеря Лапкин, выдающийся организатор. Таких, как Лапкин, сильных и умных и талантливых, до революции были тысячи и миллионы. Он сын могучего народа, случайно уцелевший, в самом подлом и самом страшном геноциде 20-го столетия. Когда слой за слоем были планомерно уничтожены культура и мозг, и энергия нации, аристократия, интеллигенция, духовенство, купечество, передовые слои крестьянства, кулачество. Игнатий Тихонович поставил перед собой сложнейшую задачу – «Возродить кусочек прежней растоптанной России». Клименко ВФ, редактор газеты «За наук» Алтайского государственного университета. Сейчас редактор является метрополищей газеты «Алтайская миссия». Первая газета, которую я издавал к кистенному православию, благодаря ему. И в предисловии говорится благодарность ему. Псалом 3, 38. Вот один человек только всего, который полностью меня поддерживает. Мы в городе вдвое, он главный редактор, и я и босиком по городу пошли. А вечером подойдем к колонке, ноги помоем. Псалом 38, стих 6. «Вот, ты дал мне дни, как пиаде, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, в совершенную суета всякий человек живущий». 56-й Псалом, 9-й стих 9. «Воспрянь слава моя, воспрянь псалтири гусли, я встану рано». Иф. 2, 10. «Ибо мы, Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Птихотворение. «Нет ничего страшнее эпопеи, исчезновения великого народа. Рецепты никакие не поспеют. В один заход пленен был царь и продан. Читая про седые времена, спокойно с внуками на слух берем страницы. Не трогает нас прошлая война. Там не про нас и не за дело близко». «Но так же охали, кричали выступления о гибели громады Вавилона. Там пал свой вилл, быть может, лучший Ленин, но и ему хребет был Богом словлен. Их, победившие, исчезли в торопях. Так перья у орла выдергивают бури. История греха собачий хвост в репьях сегодняшней предстала переодетой дурой. Грош революции себя не защитившей и в дикой ярости сжирала всех подряд. Но развалилась, стала бесом пищей. Ее крушению самый нищий рад. Гнилой социализм, заразы коммунизма. Повсюду расплодили метастазы. Блудили через срам при общей тризне. Сумели же союз в республиках размазать. Плоды сокрытий евангельских словес. Последние, как будто добираем. Вточила гнева Божия весь виноград под пресс. И сеть подтянута к немыслиному краю. Аборты, наркомания, в обнивку гриппы спит. Табачный миазм над бутылкой. И к трупу обескровленному присосался жид. Отброшено любовником постылом. А как не льнули бесы сверху-снизу. Слетались хищники сионской отродья. Союз со смертью был отнюдь не с жизнью. Смириться был красного надгробия 12 января. О чем здесь говорится? Февраля. Или не февраля? А? Февраля. Февраля. О чем говорится? Ну-ка давай глянем. Читаю. График. Как составляете рабочий график? Так, рабочий график. Еще позволяется, еще две минуты у нас. Все. Мы прям рядом, только закончить будем. Опа. А что это написано? Ничего не написано. Ну вот закончим тогда. Вот это вот, да? А что за вопрос? Прочитай. Вы как-то высказали, что отрицательно относитесь к профессии историков. В чем же моя вина, если я преподаю в школе историю? Не сам же ее пишу. У нас есть учебники, утвержденные в Министерстве просвещения. Про историю. Вот это заканчиваем. Это здорово будет. Все-таки это я додобью ее. Завтра уже начнем с жития. Папка жития святых. Жития святых. Это будет что-то. Давай. Так, коротенькая. Вопрос 3523. 23 том, открытым оком. О. У меня взрослый сын запился, и его с работы выгнали. Меня он уже не слушает давно, и на меня злится, когда я ему советую пойти в церковь. Может, уговорить его, чтобы он сходил и причастился, чтобы полегчало ему? Полегчило, чтобы причаститься надо. Дальше. Ответ. Такое можно услышать только от православных. Да разве не понятно, что пьяницы не должны быть вместе с верными, а стоять соглашенными? О каком причастии речь идет? Разве причастие есть панацея запоя? Вы приравняли тело и кровь Христову к кодированию пропащих пьянчужек. За одну подобную мысль вас уже нужно стать под дипятимию. От пьянства самое действенное средство к новосибирскому профессору Пилипенко – поркотерапия. Драть нещадно и вылечиться через два месяца. Но никто из тех, кому я советовал поехать туда, не поехал, но продолжает смердеть, заканчивая свою ненужную и вредную жизнь. Прочтите подробно об этом чудесном и поистине всеисцеляющем методе в книгах. Открытым оком том 13 вопрос 3169-го, 15 вопрос 3193-й, аргументы и факты 024-й, 2006-й, 2019-й. Громче считай. «Тайная и явная разготерапия творит чудеса, неопознанная. Выпори меня!» Такую просьбу высказывают отнюдь не мазохисты. Клинический психолог Герман Пилипенко за год, что применяет разготерапию, успел отпротив около 70 человек. Приджи 29-й глава, 19-й стих. «Словами не научится раб, потому что, хотя и понимает их, но не слушается». Исайя 26-й глава, 10-й стих. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Пьянство, как и другой грех, такой, как бранные слова, сам по себе не отпадает. Его нужно выколачивать из дурного человека. Сираха 24-й глава, 19-й стих. «Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится». «Вот я дал дельный совет, которым, воспользовавшись, люди стали на путь к трезвой жизни. Но мать согласна ли, чтобы ее дитя пороли?» 1 Тимофея 6-й глава, 3-й стих. «Кто учит ином и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, и учение благочестий, тот горд, ничего не знает, но заражает страстью к состязаниям и словопрением». Стихотворение. «С какой же целью награждает нас Бог и Егова, сущий и всемогущий? Мы чиним лодку и готовим снасть, и верим, с ним мы нищету улучшим». «Нищету улучшим». Понимаешь, выражение какое. «Пока мы стоя на молитве просим и кланяемся трезво на восток, незримый жрец пакует нам колосья, по стеблю к зернам посылает сок». Но ты понимаешь, о чем написано? «Я сейчас плохо понимаю, что написано». «Ну, прочитай маленько. Пока мы стоя на молитве просим и кланяемся трезво на восток, где Христос восток, незримый жнец, с большой буквы, пакует нам колосья, по стеблю к зернам посылает сок. Еще ничего нет, а он уже пакует и дает. Чего непонятно, потому что это откровение». Дальше. «С какой же целью думалось не раз, столь безуспешен, высев и рыбалка? Размыт маршрут и непролазна грязь. Заленость многое тогда отдал бы. Кипит косяк из драгоценных рыб. Все чиненное как-то не прорвется. Засыплет вовремя в грозящий нам обрыв. Пройдешь среди цензоров, не покрививши ростом». Пройдешь среди цензоров, не покрививши ростом. Понимаешь? Вообще невероятно. То есть рост мне дал определенный бог, я не должен горбатиться перед ними. Я среди цензоров прохожу. Приношу в одну газету в другую, начинают они крутить, собирает между собой, и потом говорят, за месяц ваша статья признана лучшей у нас в Алтайском крае. А до этого не хотели печатать. Потом, говорит, уж на пятый раз рассчитали, тогда только поняли, что же там заложено-то. «С какой же целью Бог нас наделяет, землей плодородной обводненной, дубравы и озера на делянке, за сотни лет никто здесь не утонет? Давид непобедимый изъяснил все для того, чтобы Божьи уставы хранили, берегли по мере сил, что было, что наследникам оставить. Но если цель не суждено достичь, аварии и взрывы взбили с курса, и из охотников мы превратились в дичь, каким-то образом нас полоняет дурость. У верующих выход есть, без выходных взывать к смотрящему, кто примет без упрека. Мы не бывают никогда одни, бываем, надо поставить. Он отшлифует сразу у порога. У Бога денется все во Христе, ввести в Писание, подвигнуть к благовестию. Тогда нас вырулит совсем чужую степь, быть сеятелем с Иисусом вместе». 9.03.2016 года. Так, а что речь? Только сейчас прочитали. Ты в полусне все считаешь. «Сын запился, причаститься». Ага. Пиши. «Сын запился, причаститься бы». Так. Запоминай, о чем говорили. Сейчас последнее все на этом. Мы же сказали, 7 минут прошло. Все. Вы как-то говорите, и полчаса. Так, довольно. Пиши. «Запился, причаститься ли?» Я не против читать. Вы только заранее скажите. Читаем до 10 утра. Мне же на работу надо ехать. Сейчас пойдешь. Сейчас. Вы сразу говорите, до скольки. Что бы я говорил, Игорь. Я знаю, там длинный или короткий, я же не знаю. Да вы знаете уже. Да Бог благословит тебя. Плюс 7 минут уже добавили. Миленький ты мой. Я же не против читать. Одна остается. Одна. Одна. Хорошо, я наперед говорю. Ну понимаешь, одна. И из-за нее одной мы будем ломать тему. Ничего Бог благословит. Ты даже идешь не на работу государственную. Так. Что я сделал-то? Контр-ЛС. И гляди-ка ты как. Разгорелся. Я говорю, что я не против читать. Все нормально у нас идет. А вы, вот минутка, еще минутка. Я же не знаю. Еще закончено. Все сейчас. Но я не против читать. Поблагодарю Бога и тебя. Слава Христу. Потому что начать надо с новой страницы. Сейчас. Вопрос 3548. 23 том. Открытый МОК. Часто беседую с разными людьми. Кого можете выделить? Как наиболее развитых и наиболее упертых, не слышащих, что им говорите? О чем сейчас и речь идет. Давай. Ну да, я про вас как будто. Ответ. В 45 лет мне приходится встречаться с самыми разными людьми. И наиболее развитыми видятся те, кто не уперт на запретах, которые не дают ему встречаться с кем-то. Работники банков сидят только с бумажками, не видят часто людей, но они ничем не ниже тех, кто постоянно с людьми, как милиция, медицинские работники. Ну как только заговоришь о чем-то, что за пределами их зарплаты, они и слушать не хотят, и не запоминают. Пустые, как обмолоченные дьяволом снопы. Вроде бы человек с так называемым высшим образованием, а мыслит по-староверчески и ничего, кроме двуперстия, знать не хочет. Тупость и глупость динозаврского толка. Вот так. Надо проводить почаще ревизию своего багажа. Во что веришь? Что сделать? Кому это будет нужно? Как об этом же мыслях другие? Харизма посвящения в звание человека, даруемо Духом Святым, делает его огненным. Ему до всего есть дело, как бы с простыми по образованию пророками и апостолами, которые оставили и такие мысли, которые стали движущей силой тысячелетий. Самые развитые те, кто знает истину, а до познания истины знал и свое. Матфея 13.52 Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит и сокровищницы своей, новое и старое. 12-19 сентября 2006 года, МК-34. Московский комсомолис. Да, да. Трудоголики со временем становятся идиотами. Вот так. Больше половины жителей мегаполиса Москвы страдает профессиональным идиотизмом, рассказывает профессор нейропсихотерапии медико-психологического центра индивидуальности Евгений Шапошников, что тому способствует погоня за успехом. Человек вынужден бороться за хорошо оплачиваемое место, буквально вгрызается в свою профессию. Его перестают волновать другие области знаний, культурная и даже личная жизнь. Информация, напрямую не касающаяся его специальности, просто-напросто отсекается. В итоге страдает интеллект. Приостанавливается социально-этническое развитие личности. Человек делается неспособен поддерживать разговорно отвлеченные темы. В ходе исследования выяснилось, что печальная участь профессионального идиотизма постигла в той или иной степени от 60 до 70% москвичей. В основном это работники 25-40 лет, то есть наиболее трудоспособный слой населения. При этом женщины менее подвержены глупогубному сингрому, чем мужчины. Медики предупреждают, что профессиональный идиотизм вредит и самой работе, приводит к профессиональной близорукости и неспособности усваивать новые веяния в своем деле. Медики советуют таким людям остановиться, критически посмотреть на себя и свою жизнь и наметить новые пути социально-психологического прогресса. Римлянам 1 глава, дастрой стих. Называй себя мудрыми и обезумели. 1 Карифонам 2 глава, 15 стих. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Дальше это уже мои слова, кавычки впереди закрыты были. Да. Самые развитые благовестники, которые встречаются с различными слоями людей, с иноверцами и самые зацикленные на своей самоправедности, сидящие на своей убежденности, что они лучшие, что они правее всех и с этим убеждением презирают всех. Это старообрядцы и старостильные греки. Притча 3 глава, 7 стих. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Притча 26 глава, 12 стих. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Исайя 5 глава, 21 стих. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самим собою. Считаем. Так, читаем. При длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать и правду истину сказать. Не очень вежливо честил свой гурт гусиный. На барыши спешил к базарному дню, а где до прибыли коснется, не только там гусям и людям достается. Я мужика и не виню. Но гуси иначе об этом толковали и встретятся с прохожим на пути. И вот как нужна, вот как на мужика пеняли. Где можно нас, гусей, несчастнее найти? Мужик так нами помыкает и нас как будто бы простых гусей гоняет. А этого не смыслит неучсей, что он обязан нам почтением, что мы свой знатный род ведем от тех гусей, которым некогда был должен Рим спасением. Там даже праздники им в честь учреждены. А вы хотите быть за что? Отличены. Спросил прохожий их. Да наши предки знаю и все читал, но видать я желаю, вы сколько пользы принесли. Да наши предки Рим спасли. Все так. Да вы что сделали такое? Мы? Ничего. Так что ж у доброго вас есть? Оставьте предковы в покое, им по делам была и честь. А вы, друзья, лишь годны на жаркое. Баснь эту можно бы и более, более пояснить. Да чтоб гусей не раздразнить. 1811 год. Крылов. Я считаю, самый умный писатель и поэт в России какие были, это Иван Андреевич Крылов. Благодарю, брат. Все на этом. Слава Господу. Мы добили эту тему о работе. Так, о чем речь идет? Так, ну там вопрос, кто умнее, кто глупее? А заглавь. Там книжник, можно назвать книжник или как? Ладно. Все. Спасибо, Христос. 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 Спасибо.